всем привет с вами ольга и в этом видео расскажу про новые тени из пятого каталога фаберлик как и обещала и также еще пару слов о тест драйве новых средств тоже из нового каталога фаберлик значит про тени я говорила что я заказала себе оттенок 5572 мокрый асфальт вот он представлен вот так вот в каталоге то есть такой темно-серый я их получила так вот выглядит в принципе так же как и помада которую я показывала в видео о новинках в общем то же самое я в прошлом видео не сказала что закрывается до щелчка как помада так и тени и еще в прошлом видео я не показывала объем то есть не в комментариях писали сколько сколько вот вот это я выкрутила до конца и помада столько же то есть тут получается ну чуть меньше чем три сантиметра может быть где-то 2 и 8 так в инстаграм я уже выложила фотографию с макияжем и со сводчами сейчас эти тени у меня на глазах но растушеваны естественно и сейчас я вам покажу как они выглядят на руке вот вот такой оттенок интересный такой оттенок то есть он вроде как темно серый но вот при определенном падении света он немного как бы фиолетовым отливает но это глаза не бросается потому что сейчас я например не вижу что у меня глаза фиолетовые вот а вот так вот если посмотреть вот так вот покрутить иногда кажется что есть немного фиолетового и сейчас растушую капельку немножко растушевала если растушевать сильнее то будет выглядеть как грязь такая вот поэтому сильно лучше не тушевать пока макияж у меня на глазах 6 7 8 9 10 сейчас 4 нет почти 5 часов вот пока ничего не скаталось все держится в принципе тени мне понравились и по текстуре и по нанесению и мне кажется что вот в прошлом году которые были тени карандаш или даже в позапрошлом не помню уже давно в общем были вот эти вот мне больше понравились также по прошествии времени хочу сказать про помаду помада обалденская я так и до сих пор не планирую брать другие оттенки вот вот здесь вот я уже использовала ну то есть видите если выкрутить сейчас покажу вот столько вот у меня осталось и теперь по поводу маникюра использовала я три средства ну лак уже не новый да вот эти вот два новые это база и топовое покрытие значит на чистые ногти я нанесла базу артикул 72 29 далее я нанесла вот такой вот лак серии skyline умный цвет 73 52 он у меня сейчас на ногтях в два слоя я не дождалась пока он высохнет и сразу же нанесла 72 58 вот такой вот ну как сушку топовое покрытие для придания глянца и стойкости маникюра значит дело это было 12 марта марта во второй половине дня сегодня 17 марта вот я конечно уже на самом деле бы перекрасила ногти но так как я опыта провожу да и хочу посмотреть именно насколько стойкие эти средства то поэтому показываю как есть вот смотрите вот так вот выглядят ногти ну спустя практически пять дней то есть кутикула уже требует явного вмешательства увлажнение и отодвигание палочкой но вот сами ногти обратите внимание что практически даже на концах нету ну как сколов нету вообще немножко затерся на кончиках лак но я думаю что за такое время это вполне допустимо потому что пять дней тем более я же не вот так целый день хожу то есть я что-то делаю и помыть там что-то может быть тряпку там ну не стираю конечно руками вот но если там тряпку или вот с машины например наклейки отковыривала там вполне могли вообще ногти отвалиться ну как бы сломаться да поэтому я вообще вполне довольна этими новинками топ мне очень понравился и я даже теперь прям не знаю какой лучше мой любимый серий секрет или вот этот вот но у меня еще есть запас секрет поэтому буду пользоваться и этим тоже буду с удовольствием пользоваться и советую вам попробовать вот такой получился коротенький обзорчик на новинки спустя уже некоторое время спасибо большое за внимание с вами была ольга роголева до новых встреч всем пока пока